Обязательные условия работы журналистов в горячей точке – это бронежилет и каска. Только так можно передвигаться в условиях обстрела. Это первая и главная ошибка. Надевая военную форму, человек становится комбатантом, или другими словами, участником боевых действий. На полях сражений журналистам военной экипировки быть запрещено. Надевать бронежилет и каску можно, но, к примеру, синего цвета. Но это учебные курсы. Их цель – показать, что без специальных средств выжить во время боевых действий невозможно. Все начинается с отработки ситуации, когда колонна военных и журналистов попадает под обстрел в городе. Стоит ли снимать в этот момент оператору? На этот вопрос военные отвечают однозначно. В данном случае речь не идет о проведении съемок. В данном случае упор делается на спасение жизни, то есть выхода из-под огня. Попытка съемок в данной ситуации чревата последствиями, то есть это гибель либо тяжелое ранение. Опасность повсюду, говорят специалисты. Если даже вражеская пуля не заденет, можно угодить под гусеницу БМП. Во время движения нужно держаться на вытянутой руке от боевой машины. Переезд на следующий полигон. Колонна с журналистами на двух автобусах движется с заданной скоростью, но внезапно останавливается. По легенде учений на пути к месту засада. О том, что она произойдет, все знали. Но последовательность действий организаторы держали в секрете. Сначала журналистам связали руки, после надели мешок на голову. Самое страшное дальше. Почти полтора километра бегом под автоматную очередь по песку, между деревьями, по воде и болоту. Смотри, смотри, да? Вот она! Крепочетская работа плена! Финал отработки захвата заложников в подвале. Условия максимально приближены к реальным. Сбежать из плена почти невозможно. Но если по счастливой случайности сделать это удалось, то в лесу счастливчиков ожидают сюрпризы. Вот шприцик. На земной. Да, пробуйте наступить. По всему лесу мины и растяжки установлены разными способами. Все зависит от фантазии. Многолетний боевой опыт показал. Оставить ловушку можно где и как угодно. Днем ручки, карандаши. Вы пришли на работу с утра. Сели. Крутанули. А он вот так вот сработал. Где-то у кого-то, понимаете? От подрыва не всегда. Смерть наступает мгновенно. Если вовремя оказать медицинскую помощь, человека еще можно спасти. Об этом журналистам также рассказали во время курсов. Правда, с большой надеждой, что в реальности им это никогда не пригодится. Мы всегда озабочены, как сделать так, чтобы журналисту помочь, как научить, чтобы в этих экстремальных условиях, будь то война, будь то землетрясение, наводнение, в первую очередь сберечь свою жизнь, а во вторую не мешать коллегам из силовых структур, из других ведомств выполнять свои непосредственно профессиональные обязанности. В связи с этим возникла идея создать таких курсов. Основная же задача курсов, по словам организаторов, не столько научить представителей СМИ выживать в экстремальных условиях, сколько дать возможность каждому понять, стоит ли ехать в горячую точку или сдать билеты, пока не поздно. Станислав Жижин, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.